Дорога в Новоталицах теперь стала безопаснее. Пешеходные переходы, в районе которых уже проходили ДТП с летальным исходом, теперь оборудованы таким образом, чтобы их было хорошо видно издалека в темное время суток. Здесь сделали четыре пешеходных перехода со стравками безопасности, совмещенных с искусственной дорожной неровностью. Кроме того, установили противотаранные устройства, выдерживающие удар автомобиля. Получается так, что если пешеход находится на стравке безопасности и каким-то областом получается аварийная ситуация, то это устройство задерживает, подохраняет от наезда на пешехода и сохраняет жизнь. Также особенностью стравка являются световозвращающие фонари, которые при свете фар хорошо освещают контуры стравка безопасности. У водителя будет возможность в случае необходимости вовремя среагировать. Это индивидуальный проект, мы полгода их разрабатывали, подрядчики для нас их изготовили. Таких опор в стране нет больше. И такого комплексного решения тоже, по нашей информации, нигде не реализовано на сегодняшний день. С качеством работы ознакомился губернатор Станислав Воскресенский. Он дал поручение, чтобы на аварийных участках дорог, а таких опасных отрезков в регионе 36, уже в течение года появилось освещение. Важно было, мы обсуждали это на правительстве, комплексно подойти к аварийным участкам. Я вас попрошу, Дмитрий, расскажите, что сделано и что будет дальше делать. Участок на Матальцах, это 11 наиболее аварийных участков на региональной сети дорог. За прошедшие три года здесь было 12 ДТП, 20 пострадавших, один погибший. Детский садыш, школы, населенный пункт, обустроены 4 пешеходных перехода. Комплексно мы подошли к этому вопросу. Они с островками безопасности, с искусственными дорожными неровностями. Освещение направлено на пешеходные переходы, на многообразных опорах, на подходы к ним, светодиодные знаки. И, собственно, здесь успокоили движение, потому что у нас сейчас здесь, сейчас важно ситуация изменить. Трасса в Новоатальцах – первый в нашем регионе объект, где размещены островки безопасности данного типа. В общей сложности в этом году появится 12 аналогичных объектов. Пять на территории города и семь на региональных трассах.